Екатерина вместе с тремя детьми живет на пятом этаже. Еще на прошлой неделе весь пол был залит водой. Спать приходилось на сырых матрасах. По словам жильцов, причиной затопления стала некачественная работа управляющей компании по уборке снега. В процессе рабочие пробили крышу. Руководство пообещало решить проблему, однако новые залежи снега продолжают давить на кровлю. До сих пор, по 30 число, у нас течет, течет, течет каждый день, и управляющая компания ничего не делает. С 17 числа, когда началась протечка, я сделала заявку аварийную. В течение трех дней, как обязана по закону устранить, ничего устранено не было. И по сей день ничего не устранено. Управляющая компания регулярно, каждый день мы созваниваемся, они обещают мне сделать, устранить, почистить крышу, возместить убытки. Но ничего, даже акта, акта даже не составлено. Мария живет на два этажа ниже, готовилась к ремонту. Теперь ей придется устранять последствия наводнения в одной из комнат. Примерный ущерб имуществу уже составляет порядка 90 тысяч рублей. Вода стекает с верхних этажей по стенам. По стенам постоянно течет вода, приходится постоянно просушивать помещение, отжимать полотенца, вливать ведра. И, конечно, спать невозможно в таких условиях. Сырость, влажность и уже образовалась плесень. Страдают буквально все. Под удар попали натяжные потолки, обои и даже окна. По словам жильцов, капитальный ремонт крыши был пять лет назад. Продержался недолго. Окно открыто на микропроветривание. Мы открыли, чтобы дышать чем-то можно было, потому что здесь и плесень, и влажность, и сырость. И оно у нас в таком положении замерзло. Оно у нас теперь не открывается и не закрывается. Никак. За окном очень большая сосулька образовалась из той воды, которая натекла с крыши. Заявки на уборку снега жильцы оставляют в приложении регулярно. Уже на следующий день управляющая компания закрывает заявку, однако сам снег не чистят. На звонки тоже никакого ответа. Дозвониться до управляющей компании так и не вышло. Мы приехали на место, но и здесь все двери заперты. Теперь жильцы намерены добиваться справедливости через жилинспекцию и прокуратуру. Мы сейчас оцениваем ущерб в каждой квартире. В одной из квартир уже ущерб оценен. Получилось у нас в размере 90 тысяч под на соответствующую претензию управляющую компанию. Ждем пока реакции на эту претензию. В случае отказа или игнорировать на эту претензию, мы обращаемся в суд. Сейчас некоторым приходится сидеть без света, бояться короткого замыкания. Детей переселяют к родственникам или соседям, пока не заделают крышу. Денис Воробьев, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин